Славянская радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народном славянском радио, напоминая, что сегодня по одному из современных календарей 13 апреля 2017 года четверг, по одному из старинных второй день месяца посева и наречений 7525 лета неделя. Человек и машина. Друзья или враги? Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Александр Токунов отдувается за двоих. Он должен был с Николаем Захаровым выступать, сказывать. Но разведка доложила точно, что Николай приболел. Так что Александр отдувается и за себя, и за того парня. Ну вот, я предлагаю перейти к вопросам, которые в чате Народного славянского радио появились и появились в чате нашего канала на Ютубе. Если не заражаешь, то я начну зачитывать. Если хочешь что-то дополнить, то, пожалуйста, дополни. Ну, дополнить я, наверное, в процессе ответов на вопросы. И я хотел бы сделать такую маленькую подскрипку, если он потребуется. Я к нему не буду ответить на вопросы моих. Вот. Хорошо. Хорошо. Ладно, начинаем читать вопросы и реплики. Вопрос эфир от Янжа. Я категорически против детей. Сим и как родители не всегда смогут, читая, как написано, смогут следить за своими делами, так как есть мобилы и планшеты. И миллионов, и миллионов, и миллионов отчасти прав. Вот так вот. Ну, против детей в интернете, как я понял. Я правильно понял. Ну, скорее всего, слово «сеть». Скорее всего, там в сети, скорее всего, было там слово всё-таки. А не «сиим». Вот я думаю, что Милонов, он отвратительный. Я думаю, что Милонов, он неправ. Ведь у меня, допустим, племянник младший, о нём я говорю, Мирослав, ему часто в школе даёт задание подготовить презентации проекта. Например, они, как нашим братом в Володке, делали проект о качестве молока. То есть молока и хлебковки в Калининградской области. Насколько они качественные, полезные, вкусные. И они, помимо того, что ездили по комбинатам, им приходилось смотреть информацию в сети. Вот. Если бы их в сети не было, они и так, скажем, их сидят с маленького аккаунта в Гугле, вот, потому что свои аккаунты им ещё в Гугле, Гугл не придётся ввести, скажем как, вот, то они бы это исследование не сделали, если бы не были допущими в сети. Или, допустим, у Мирослава дефективный учебник географии. И там, где идёт лечь о хронической системе, об его слове многое не учтено. Вот. И Мирослав, по моему совету, посланив мне на Вайбер, он попросил меня верхнюю карту ему гаскать. Ну, я ему порыкигал ссылок на Аклассы, порыкигал ссылок на Сильёры на учреждениях и химии отправил. И вот, если бы его вообще не было в сети, как бы он мог узнать новое, как бы он мог ему посоветоваться, если бы его в сети не было. А телефонная связь, она обычная, ординарная, она ещё весьма и весьма дорога. Она не дёжева. И не как, если Мирослава говорит, как я люблю, по 40 минут говорить с людьми, по 20-ше с дальними, кто далеко от меня. Вот такие вот дела. Поэтому пусть дети будут в сети, но пусть над ними будет разумный родительский контроль. Разумное ограничение, скажем, неравательных материалов в сети неравательного контента. Моё мнение какое? И вот все эти инициативы нашего, моего горячего любимого Милонова, со всем этим входом по паспортам, это всё ерунда. Этого не должно быть. Информация должна быть свободна, но оговоренных нами, мы о них уже говорили, рамках. Моё мнение каково? Хорошо. Реплика в эфир от Владимира Измытищ. Я профессионально занимаюсь практическим применением систем автоматизации, производственных процессов и выражу свою точку зрения так. Когда мощнейший инструмент информационных технологий попадает в окровавленные руки оголтелого бизнеса и глобальных корпораций, добра не будет. Точка. Изначально позитивный инструмент превращается в средство эксплуатации и уничтожения человека. Точка. Но мнение есть мнение. Я его, кажется, не могу комментировать. Скажу, что человек имеет право на своё мнение, но моё мнение такое, что инструмент нам не дан однозначно окровавленным, или совершенно плохим. У кого-то это может быть дубина в крови, в волосе человечества, а у кого-то это может быть вполне себе какой-то скипеток, скипеток, похих, на который можно опериться, при помощи которого можно давать людям добро, позитив. Всё зависит от того, кто применяет это. У кого-то дубина, у кого-то похих. И всё зависит от того, кто применяет. И не стоит обвинять во всём. Мировой капитал, мировой бизнес. Вот не стоит. Люди, человеки, сами им берите и превращайте это ничто безформенное в плохих там или в хви, как красивые, где будут правильные слова и правильные смыслы. Вот как. Хорошо. Реплика в эфир от Тианы. Делать детям, а тем более девушкам, до совершеннолетия нечего. Народ там собирается, там, скажем, разный. И зачастую невысокоморальный. Зачем нашим детям, братьям, сёстрам видеть всю эту грязь? Два вопросительных знака. Молодое поколение занимать нужно спортом, культурой, народным промыслом. Точка. Но мнение насчёт спорта, культуры и народного промыслу я поддерживаю. Всё остальное – это эргонический вопрос, эргоническое вопросение. Хочем? Я уже сказал, хочем. Во-первых, во-вторых, почему тем более девушкам? Чем девушка отличается от парня, чем психика девушки? Цельнее психики парня. Мне кажется, они по своей равноценности, они равны в том, что они могут сделать для рога. И не стоит думать, что парни, там, они более сильные, и не стоит думать, что девушки, где слабые и безрочетные. Мы должны ценить каждого ребёнка, психику каждого. Там, мальчика, девочки, парубка, девчины. И нет дела каких-либо особых условий для девушек. Вот наши серые грузья, горячие любимые, делают. Для девушек всё особое. Всё никакое, как для парней, лучше девушек любят. У меня всё. Хорошо. Следующий вопрос от Янжа. Кем работает, в какой отрасли гость? То есть ты где, в какой отрасли работаешь? Тебе вопрос задают. Я думаю, Янжа меня не знает, как моя происходящее. Я правовек. Я историк. Исследую русскую адвокатуру. Исследую специфику Блихнего и Гальнего Востока. Много чего я исследую. Религию, в виде дегоприбек. Форбирование культов. Я оказываю юридическую помощь касселению. Правовую поддержку. Я помогаю социально нехочущённым слоям населения. То есть к инвалидам, ветеранам, прочим. Я являюсь теоретиком в проектировке новых инвалидных колясок и новых холест-реабилитаций. И практиком их испытаний. Потому что я сам, из-за травмы в детстве, в данный момент вынужден передвигаться на инвалидной коляске, потому что у меня слабые ноги. То есть ходить я могу, но выносливости у меня нет. Это, наверное, будет полное резюме, которое я прохваляю сделать нам радиоэфир. Более подробная информация обо мне и моей биографии доступна на моём официальном хайде. Кокунов.ком или 3w.кокунов.биноник.нет Пусть Янхер идёт, подсчитает обо мне и прохветится в этом плане. Идём дальше. Реплика в эфир из Ютуба от Виталия Микерова. «Самое главное, чтобы молодые люди были ответственными». Сразу вопрос Виталию. Виталий, а много ли ты встречал молодых людей ответственных? Насколько у них слово «ответственность» и «ответственность» соизмеримы? Вот мне такой вопрос. Это хороший, правильный вопрос. Потому что я из своих племянников. Например, могу ответить. Да не только Доминамирик, младь, херпачивает, что хорошо, очко плохо, очко есть норма, очко есть ненорма. У плохого человека бы, у него бы не был такой вопрос. Но у него, у маленького, такой вопрос есть. И на этот вопрос уже ответить мы, люди, херпачивого поколения. То есть мы должны взять на себя некую «ок-вег-вегость» за выбор, скажем так, молодого поколения. И дать ему уже «ок-вег». То есть, чтобы человек, их вегал, мудрости, великобритых предков и все прочее. Я думаю, что это именно так. А к верхней младой люди – это редкость. Это нонфлик в некоторое время. Они есть, но их очень мало. Вплоть до кавычки, у них катестическая погрешность. И им все равно нужен наставник. Скажется, человек, имеющий больше выбор, чем они. Мое мнение какое. Как-то у нас выступал Дмитрий Таран, и мы с ним в беседе поговорили. Там им была высказана такая интересная мысль. Он говорит, вот по расчётам определённым, на кого-то он ссылался, в нормальном обществе необходимо, чтобы на 300 человек был один ведущий человек. То есть это тот, который бы… или святой отец какой-то, или какой-либо волк, или какой-либо жрец. Вот на 300 человек. Если такое соотношение присутствует, общество морально здорово. Естественно, что сам жрец и сам волк тоже морально здоровы, а не просто называемый себя волхом, при этом в луже на каждое воскресенье плавает в каждой луже с бутылкой. Имеется в виду в нормальном обществе, нормальный учитель, нормальный святой отец, нормальный волк и так далее. Так вот, если этого нет, тогда вопрос, а кто эти знания будет передавать? Кто будет поддерживать качества душевные, духовные в обществе? Кто даст какие-то напутствия тому, кто чуть-чуть сдвинулся вправо-влево, кто отошёл немножко? Кто удержит от чего-то, кто вообще будет цементировать, если этого нет? Поэтому говорить, что молодое поколение должно быть, хорошо бы, я согласен, что это должно бы быть. Но а где те волхвы, где те святые отцы, где те учителя, которые не просто с точки зрения религиозных своих взглядов говорят, что птичка — это бурундук, да, или бурундук — это птичка. И вот правда-неправда, главное, чтобы доказать. А те, которые ведают, которые понимают суть жизни, которые, не обманывая, живут сами, по сути, не превращая своего брюха в пузырь ненасытный, не заливая глаза после занятий духовности чем-то непотребным, и не матерясь там, и ещё что-то не делая, ну, более такие страшные вещи. Где они? Может быть, начать с того, что увеличить количество вот этих светочей, которые будут нести свет, которые своим примером будут показывать, а вот тогда уже с молодёжи начинать что-то спрашивать. А у нас сегодня наоборот идёт вариант. Мы, как это, революционеры. Сначала всё разрушаем, потом начинаем строить. Не, ребят, так не пойдёт, уже революции мы наелись. Давайте уж с молодёжи мы не будем спрашивать, потому что пока молодёжь ещё не знает смысла жизни и нет духовно-нравственной опоры никакой. Мы будем предлагать людям что-либо. Будем создавать вот этих самых светочей, помогать им крепнуть и постановиться, чтобы они шли не во власть, как сейчас многие предлагают, а в мир, чтобы они шли, чтобы они вот этим молодым рассказывали и показывали, как надо чего делать и как надо жить, как надо на мир смотреть, чтобы они папу и маму на место ставили, чтобы они дедушку и бабушку к совести призывали, чтобы становилось стыдно за то, что они не участвуют в воспитании младшего поколения. Вот только тогда будет становиться и появляться общество, хозяев на земле. И вот только тогда власть начнёт меняться, потому что власть будет идти от народа, от его чаяний. И если народ имеет более высокую планку, никакая власть, которая не соответствует, не удержится. И это наверху тоже прекрасно понимают. И те упырики, которые прицепляются, они вынуждены будут отвалиться, потому что непотребимо и микровушка станет ни по энергиям, ни по качеству, ни по каким другим критериям. Они просто отвалятся. А не отвалятся кое-кто поможет. Давайте вот с этой точки зрения всё-таки подходить. Сначала взрасти вот здесь человека, то, куда сейчас ещё едят. Вот в этом месте сначала человек пускай возрастёт, а потом уже мы будем говорить про то, кто чего должен кому, кто чего не должен. Мы сейчас многие перед собой долг не исполняем, перед своими родами, но всё время начинаем говорить, кто кому чего должен. Бросайте это. Плохое занятие. Неблагодарны. Так, реплика эфира из Ютуба. Нет, просто вопрос в эфир. Янжа, можно с помощью властных структур, у которых есть силы и полномочия, вести цензуру в интернете? Это вопрос. Можно ли так сделать? Да, блин, нельзя. Если всё будет сделано силами только одних властных структур, я вам как уговорю, всё будет по-купому, по-копорному, и приведёт лишь к одному, к ограничению свободы народа, к ограничению свободы мысли и воли их явления, к ограничению нашего бытия, какого-нибудь, 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 вот к чему это приведёт. Эта власть. Ограничивать что-либо, глухо, я уже говорю, до уровня семьи, до уровня рога. И пусть и гук инициативы, петиции и всё прочее окна рога, но не ок власти. Пока мы как современная власть, как бы интеллект и власть, и интеллект и народа, они во много бы ещё, очень во много бы расходятся. И у меня большой вопрос о игруцах и интеллекты. Теперь их не власть и игруцах и дорога. А ты знаешь, я думаю, что они не расходятся. Они как раз вот тут сошлись. Одним нравится, когда их вот так используют, а другим нравится использовать. И если те, кого используют, особо не возражают или не делают ничего для изменения ситуации, обратной связи, то бишь нет, то в этом случае всё идёт так, как оно идёт. А какие-то митинги, демонстрации, куда некоторых призывают, они в конечном итоге зовут больше к революционному методу изменения. И опять же здесь вихри враждебны начинают видеть над нами. Опять же мы старый мир разрушим до основания. Но в конечном итоге на развалинах этого мира придут к власти опять примерно те же самые, а может быть ещё хуже, как это и было всегда. Потому что если народ не осознаёт, что делать и как делать, и не осознаёт, кто он, то всегда в управление, всегда к рычагам власти залезут те, которые специально бучу поднимают. Я ни в коей мере никого не защищаю, ни в коей мере ни на кого пальцем не показываю, там, хороший тот или плохой этот. Нет, я всего лишь говорю навсего следующее. Всего лишь навсего следующее. Если человек не осознаёт себя хозяином, если он не понимает, кто он, зачем, как, сколько и почему, его всё время будут дурить. Его всё время будут втягивать кровопролитные войны, какие-то проблемы для него самого. Это просто голый факт, так всегда было. А когда человек сам хозяин, то тогда никакой выскочка с большими деньгами от кого-то в кармане ничего сделать не сможет. Будет решать уже народ, что делать, потому что народ состоит уже из хозяев. И вот эта пропорция, которая сказала, 15-30%, она будет меняться в увеличение. Хозяев будет становиться больше. И каждый будет понимать выгоду совместного проживания, проживания по совести. Это первый этап. Когда очень низкого варнового уровня люди сначала понимают выгоду физическую, физиологическую. Дальше следующий уровень понимает выгоду нравственную, выгоду созидания, что в таких условиях можно создать творить. Дальше следующая выгода. Уже выгода государственная, то есть державная идёт. А дальше уже отключается слово выгода и включается просто вот то, что называется ведическое миропонимание, мировоззрение. Вот от него спускается вниз. Но первоначально человеку, который этого не понимает, как слепой не видит Луну, невозможно рассказать о чём-то высоком. Поэтому говорят, вот это чувствуешь? Чувствуй. Тёпленько, тёпленько. Нравится, нравится? Бери. Делай. Чувствуешь это? Чувствую. Вкусненько, вкусненько. Бери. Кушай. Вот когда ему-то всё показали, а теперь говорят, а теперь, чтобы это было мягенько и тёпленько, нужно сделать вот это. А для того, чтобы было вкусненько, нужно сделать вот это. Хочешь? Хочу. Всё. И он начинает делать. То есть без каких-то там потрясений, без спинков сзад. Ему объяснили, показали, рассказали. И он начинает трудиться. С одной стороны, он создаёт блага для себя, но при этом в обществе. Он трудится. Это блага для общества. Следующий уровень, уже веси, то, что называется, их это уже не совсем интересует. Да, блага нужны. Да, это всё здорово. Но они уже понимают, что только в обществе это можно сделать. Уже не только для себя. И поэтому они трудятся для общества. Дальше уровень управления. Ещё другие появляются, какие-то горизонты. И дальше, и дальше, и так далее. Поэтому мы должны говорить на тех языках, которые люди понимают, никого не отстраняя из общества, а давая возможность проявить себя. И сделать, в конце концов, созидателем. Может быть, через какое-то меркантильное и простое, но всё равно созидателем. Вот я так это вижу. Ну, смысл в твоих словах, Алексей, есть. Ну, как ведь кроется одно. Как же мы, человек, годим, а-ка вкусненькое, мягенькое, и в мягкое, что мы сделаем, как-то. Вот это я хочу ищить его. Не-не-не, я уточнил. Саш, я уточнил. Я уточнил, что сначала тебе дали попробовать. Тебе это нравится? Мягенькое, вкусненькое, тёпленькое. Да, нравится. А теперь, голубчик, чтобы это сделать, вот, пожалуйста, делаем сначала первый урок. Как ловить рыбу? Второй урок. Как сделать удочку? Третий урок. Как сделать крючок? Четвёртый. Как червячков где-то достать? А для того, чтобы они были всегда, червячков надо вырастить. А для того, чтобы рыба всегда была, необходимо прикармливать, необходимо реки чистить, необходимо перестать засорять. И так далее. То есть начинается развитие от желудка вверх, от нижнего к верхнему. А тех, у кого же сердце работает, тому говорим на уровне сердца. Ну, мы сразу говорим о том, что надо реки в порядке содержать, а не идём от того, от дальнего такого выхода цыганочки. Сразу мы говорим про то, что вот реки хорошо бы содержать в порядке. Вот у тебя помощник есть, он хочет рыбку вкусную есть. Ну, хорошо. Берёт его в помощь. И вперёд, как уже помогает ему или рассказывает, как чистить реки. А там дальше пойдёт, разгонится. Мы медленно запрягаем. Да зато, когда едем, ветер в ушах свистит. Ну, это да. Да. Реплика в эфир, правда, не знаю, к месту не к месту. Велимир написал компании, зарегистрированные в юридикции Великобритании, перечисляют правительство Российской Федерации, Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Министерство энергетики и так далее, и тому подобное. К чему это он написал, я не знаю. Но вот здесь целый перечень тех, которые, якобы, находясь в Российской Федерации, зарегистрированы, по его словам, в Великобритании. Ну, кому интересно, пусть теперь ещё и пахбокрик. Я думаю, что это не относится к теме эфира. Я, конечно, полагаю, что даже власть выглухнет быть выразителями корпораций, но это тема совсем другого разговора и другого эфира. Согласен. Идём дальше. Вопрос эфир от Янжа. Так сайты самоубийц действуют. Почему их не закрыли? Да, кстати, вот почему сайты самоубийц не закрыли? Что государству так это выгодно, чтобы самоубийцы были? Я думаю, что выгодно. Пусть не государству в целом, но определённым лицам в силовых, во влахах, которых им это выгодно. Им выгодно раскрывать уголовные дела, что вот, мол, Вася Петров себе вену вкрыл, а вот в смерти Вася Петрова виноват какой-нибудь хаек, типа, не знаю, каких-нибудь, тик и плывут кугак и кап. А то, что этого Вася Петрова гнобила несчастная любовь, то, что его бросила девушка, голодичка в своей избраннице, своей половинкой, то, что его гомодноклассники в школе с огнобили, это мало кого волнует. Все говорят, что виноват сать. Если у тебя нормальное воспитание, если у ребёнка твоего воспитания нормальное, в здравом уме ребёнок никогда не примет лишения сознательного, покончивая с самоубийцем, если и примет, то у него это будет пограничное, временное состояние. И твоя тогда функция родителя как родища в этом состоянии его поддержать, укрепить его веру в Эку-Христ. Моё мнение какое? Понятно. Идём дальше. Вопрос эфир от Солнца. Александр, здравия. Правда ли, что в ближайшем будущем нас ожидает массовое чипирование с помощью введения специальных нанопрепаратов, а сфабрикованная масштабная пандемия гриппа является прекрасным поводом для такой глобальной вакцинации? Возможно ли введение нанопрепаратов новорождённым детям при вакцинации прямо в роддоме? Это очень правильный вопрос. Более того, я ждал этого вопроса. Я хочу ответить, что введение нанопрепаратов в роддоме возможно. Более того, я считаю, что вакцинация, моё личное мнение, как северянина, это вред. И нам, северянам, вакцинация не нужна. Это одна сторона кристалла. Вторая сторона кристалла говорит, что современные дети, дети городских, дети тех, кто не живёт в северах, кто не проходит к их окаливанию, их дневного, их исчастного, он окажется слабым человечком. Его тело находит в рабочем болею, гриппу, ангиник и всю жизнь. И тут как бы переградительный выбор. Либо, имея ребёночка более или менее здорового, хривого, ну, того, которого вакцинировали, либо легкую резню ребёночка, закаливая его, давая органируем ребёночка, их пытание в виде гриппа, который ребёночек должен перенести сам, переболеть им и введение их болезни. То есть, у нас на северах до сих пор хривого, их гриппа, их мерклость. Вот. И если родители северяне, с этим, не готовы мириться, готовы дать своему ребёнку выбор, чтобы ребёнок сам выкарабкнулся их болезни, то какие родители, какому ряк их родителей не готов, скажем так. Это первая часть я говорю. Вторая. Сейчас уже есть целые холопщик любителей имплантированной электроники. Лично я имплантируемые электроники не вижу ничего плохого. До тех пор, пока вопрос имплантировать в себя что-то либо не имплантировать, остаётся на воле их явления ангалектного человека. То есть, вот, например, имплантируемые чип в область большого пальца позволяет нам открывать двери в доме, позволяет управлять флагбаумами, системами электронного ущёта. Но, допустим, я себе поставить подобный чип не готов. Я не готов берверских причин имплантировать в крови тело что-либо инородное. Ведь функции этого чипа могут как бы осуществлять обыкновенные карты по типу социальной карты, карты москвича, универсальной электронной карты, которая сейчас мертва. Вот. Мне кажется, что имплантация это должен быть разумный и осознанный выбор отдельно взятого человека. И если к имплантации нет медицинских показаний, не знаю, например, замена сегмента позвоночника на тегановый протез, замена нервных ухлов на электропроводнике, позволит человеку снова ходить ещё с твоей ноги. Это достойная причина для имплантации чипов, электроники и всего прочего. Всё остальное это не нужно делать. Это ради фана, ради какого-то получения уговольствия. А вот если ты сделал моральный выбор, если тебе это надо по тем или иным причинам, это твоё волевое решение. Моё мнение какое? Я с тобой согласен. И полностью всё, что дано от природы, уже предусмотрено для необходимости жизни на этой Земле, поэтому что-то ещё добавлять искусственно наверное смысла нет. Это будет нечто противоестественное. Человек должен, если ему надо что-то, нарастить самостоятельно мышцы, самостоятельно научиться мыслить, то есть мозг развить свой, нарастить мозг, мыслительную деятельность и так далее и тому подобное. А вот искусственно ставить протезы без необходимости, на мой взгляд, это неправильно. Это ослабляет человека и создает возможность им управлять, возможность подчинения. А вот когда уже случилось что-то, как говорят, не дай Бог, вот в этом случае тогда необходимо человеку приходить на помощь, но ведь ломает человек руку, ему делают или операцию, или просто шину накладывают. Это спасение человеческой жизни, это возвращение функциональности какого-то органа, какой-то части тела человека, и ничего здесь страшного нет. если вдруг по каким-то причинам что-то оторвало или где-то что-то испортилось, то можно заменить. В этом случае да, это протез, который позволяет человеку быть полноценным членом этого общества, общинником и так далее и тому подобное. Вот в этом случае я с тобой полностью согласен, что показания должны быть только медицинские, а не от того, что человеку по ленности своей или ради интереса захотелось себе, например, заменить мозги, ставить колючки, как это стоял, страшило, или там что-то, новое сердце, как это, например, ставил железный дровосек. Так что абсолютно с тобой согласен. Идём дальше. Вот маленькие дополнения, маленькие, по теме импланкации, кто хочет, кому интеллект, по теме морали и импланкации, поиграйте в серию лидеров в переводе на русский «Бог их». А вот бог из чего для себя лидеров как зритель, как игрок. Очень с моральной точки зрения полезная серия игр и раскрывает все подковерные тени и интриги подковерных правителей, которые нами пытаются управлять. Посмотрите, кому любопытно, и узнаете много нового. Уж не знаю, так смело я рекомендовать никакие электронные игры никогда не рекомендую никому и вряд ли буду когда-то рекомендовать. Не зарекаюсь, просто говорю, вряд ли. Почему? Потому что электронный или узорный мир человека уволит от реального мира. Все, что необходимо познать человеку, есть в этом реальном мире, здесь, в яве, и достаточно просто приложить немножко желания, чтобы с этим разобраться, и чуть-чуть ведического мировоззрения, включить миропонимание, мироустройство, ведического. И все становится на свои места без каких-то игр. Почему? Потому что игра все-таки затягивает, отнимает время, так или иначе, время то бесценное, которым человек награждается, или, вернее, наоборот, наделяется для того, чтобы пройти какие-то жизненные обучающие трудности или еще что-то. Игрушка — это виртуальщина. Мы еще в виртуальщине побываем, когда вы на мире уйдем, там нам предстоит пройти кое-что, там будут свои игрушки, вот там наиграетесь, уверяю вас, там и потом обольетесь, и в баньку сходите, и отмоетесь. Я бы сказал, ты, Алексей, прав, но та игра, которую рекомендовал я, она не отнимает много времени. Отнимет она от силы, ну, не знаю, два часа, такой человек, который не верит, что творится в этом мире, он многое поймет, и поймет многое правильное. Ну, хорошо, хорошо. Я в онлайн-играх, которые протягиваю, которые действительно отнимают время, деньги, вот это действительно хвост. А против игр, которые выступают как книга, только книга в более прогминутом виде, я ничего не имею. То есть, поиграл, подхавил на полку, не делал игру целью, хабать целью. То есть, я эту книгу прощикал, и влёк урок, подхавил на полку. Вот это моя позиция. Ну, хорошо, я твою позицию уважаю. Я же, я не говорю, что ты прав или не прав. Я говорю, я бы просто не стал брать на себя смелость кому-то рекомендовать такие игры. А ты имеешь право рекомендовать смелый человек. Это хорошо. Идём дальше. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Я же говорю, сумасшедшие люди не должны попадать в органы власти и так далее. Их нужно лечить, а не запрещать. Реплика из Ютуба от Алексея Бумагина. Так совесть и есть опыт предыдущих воплощений, это реплика в мою сторону. А я хочу Алексея спросить. Алексей, если совесть это опыт предыдущих воплощений, то в этом случае у меня вопрос, почему этот опыт так сильно запрятан, что у большинства он не раскрылся, и мы всё хуже и хуже живём. А по идее, чем больше у тебя опыта, тем больше у тебя возможностей выбора и тем лучше мы должны жить, потому что не одну же жизнь уже прошли, здесь написано предыдущих воплощений. Представляешь так, сто тысяч воплощений, и человек что, пройдя весь этот опыт, опять наступает на те же грабли и всё в большем количестве. То ли это не совсем так, то ли совесть это что-то другое. Вот поэтому здесь надо разобраться, наверное, нам вместе с Алексеем, чтобы понять, а что же такое есть совесть, и почему мы такие умные и так хреново живём. Идём дальше. Вопрос эфир от Янжа. Так сейчас XXI век воспитывают даже не от людей, а от интернет. Такая реплика. Ну, реплика, я отвечу только в одну. Почему люди в темях в борьбу какая ерундачка, XXI век должен быть более похвещен чем VIII век, чем директор век Пигацкий, Сигацкий, Дивигацкий, XX. Так что, а не какое вкладывают в понятие XXI век? Ну, XXI, XXII, и точка век XXI, это никакая марка качества века, это ничто, это просто календарная дата. Вот. И XXI век, и что-то рыгать от XXI века только пока больше в XXI, это не стоит. И наши предки, которые рыли там в IX веке, они не были хуже, чем мы теперь. Они были разные, но они были какие-то люди, кто-то был вырога, кто-то был вполне себе восховаральный человек. И люди, рыбущие в XVII веке или в IX, людей, рыбущих в XXI веке, мало чем отличаются. Как говорил Воланг про их видение мастера и Баргарита, люди все тех, и Бахвиши все тех, только в те вопросы их испортят. И рыгать от XXI века каких-то век рыганий, это просто глупо, это есть неоверные стереотип глубоко уважаемый мехмич, 21 век, это век прогресса, век прохвещения, век технологии, а все остальное темные века. Этот стереотип деструктивен, он в мягко выжить опускает нас до такого уровня. Потому что все сейчас 21 век. Я с тобой согласен. Дело не в XXI веке, не в технологиях, не в их уровне, а в том, кто этими технологиями управляет или обладает. И если это высокоразвитые личности, которые стремятся построить светлое, доброе общество под названием держава, по всем её устоям, по конам и сконам, то в этом случае получится одно. Если это человекообразные, то получится другое. Если это обезьяны, то получится третье. Если это таракашки и жучки, ползающие в высокотехнологичных устройствах внутри, как в домиках, мы получим ещё один вариант. Так вот, мы должны понимать, что на самом деле не цифра века определяет качество жизни, а люди, живущие в это время. Вот и всё. Идём дальше. Вопрос эфира Без интернета как вы предполагаете обмен информацией? Хорошо идёт в РПЦ, куда приходят люди для удовлетворения своих потребностей? Причём как РПЦ я откровенно не понял, но без интернета я, допустим, больше в своей жизни где-то 17 лет из своих сейчас почти 30, 20 себе 20 христи я хил Бех Инкернека или почти Бех Инкернека и нормально обменивались информацией, ходили друг к другу в гости на разные улицы сколько ездил в соседнее село, кричались, говорили, в бане парились, общались, и это было хривое регулярное общение без всякого Инкернека. То есть оно было, но сейчас у Чикова тех людей, которые бы общались в селе в Чаре, чтобы на Рахиган они или в Чаре, или в Новосибирске, или вообще где-то в Канаде. Инкернет подваляет на пусть не вместе в бане париться, как в Харо и времена, но общаться, поддерживать связь. Поэтому я не коронник ковочек, полностью оказываться, от Инкернета и как в каких случаях любят говорить, возвращать всё в Рак. Потому что они возвращают не на Рак, а именно в Рак. И порой больше глубокий. Моё мнение такое. В зоопарке Бильбиль слона увидели, увидели, сзади смотрели, смотрели. Вот такой большой. Так, Янжи написал. Я хотел сказать, что 21 век это технология. Никто же сейчас, никого же сейчас не заставишь на лошади ездить, если есть автомобили. Это к вопросу выше. Дорогой друг Янжи, дело в том, что у нас ещё есть самолёты, у нас ещё есть вертолёты, у нас ещё есть ракеты, а также есть велосипеды, самокаты и другие средства передвижения. Так вот, если мы себя останавливаем только на автомобилях, это говорит о том, что мы всё-таки мыслим как-то однобоко. Вот я с радостью бы ратовал за то, чтобы в сельской местности как можно больше было лошадей, которые бы помогали человеку передвигаться по земле, которые бы помогали человеку эту землю облагораживать, которые, в конце концов, её бы удобряли. И общение с таким прекрасным существом, как конь, это человек, это незабываемое, это что-то великолепное, и когда человек живёт с этим рядом, то это будет здорово и замечательно. А вот если нужно съездить куда-то далеко, в какой-то город куда-то, в другую область, то, пожалуйста, у тебя есть автомобиль. А если совсем далеко, садишься на поезд или на самолёт летишь, а если куда-то в другое место, не на нашей земле, то на ракете можно слетать или на под разными названиями интересными. Так вот, поэтому я думаю, что в природе должно быть всё природно в первую очередь, но не исключать те средства автоматизации, которые бы не разрушали эту природу, которые нам позволяли бы быстрее перемещаться куда-либо. Где-то трактор хорош, где-то КАМАЗ, где-то БелАЗ много-много тонный, а где-то маленький Запорожец подойдёт, а где-то вообще на велосипеде хорошо прокатиться. А вот тут вполне возможно и лошадь будет хорошо. себя чувствовать и человек с лошадью. Так что не надо говорить о том, что во 21 век мы отказываемся от всего природного и переходим только на автомобили. Ну, это полностью поддерживает. Дальше. Виталий из Эстонии. А кто мешает вести закон о проверке на психическое здоровье все материалы? Да кто? Мы же сами мешаем, мы же не поднимаем волну о том, что это надо сделать. И вот никто его не вводит, а тем, кто бизнес имеет, их все устраивает. Более кого, я скажу, что понятие психическое здоровье оно такое весьма расплывчивое, оно формируется нашими великими академиками у них, типа карабель наук, типа ухоупомянка Зигмунда формирует. ухоупомянка человек, формирует понятие психическое здоровье, то будет ли оно похлеплено здоровьем? У меня очень большие вопросы возникают к этому всему. А в критерии мы их ведь не можем, не все их нас, по крайней мере, могут напрямую обратиться к великому предкам по системе хвостей и хвостей и получить ответ. То есть тут мне кажется, опять же, все должно идти от народа, а не от государства. Потому что государство это одна голова. Мы, предположим, четыре голов, а народ это многие миллионы голов, многие миллиарды. И, в частях этих голов еще пик, то есть и большую пробургнёг. Те, кто руководствуется в своих деяниях прежде всего разумом, а не религией или еще какой-нибудь мутью. Скажем как. в моем деле. Вопрос эфира от Янжа. Вам не кажется, что вы предлагаете изобретать родителям запреты с помощью интересов, а дети все равно будут искать обходы вопреки родителям? Дети будут искать обходы. Но тут ведь вопрос в том, какие дети и какие родители. Потому что если мы говорим о правильных детях и правильных родителей, то у них в семье, в роду царит гармония. И даже если они хорятся друг с другом, то хора эти непроголшительны. Это все сглаживается, удается найти компромисс какой бы то ни было. Все равно, мне кажется, если ребенку с родителем не повезло, ребенок найдет себе духовного учителя, и хорошо, если это будет человек просвещенный и просвекленный. В качестве учителя не какой-то пацан Боря, который курил, у которого его 15 лет было полбакальона баб. Ну, ты все понимаешь, да. То есть, сколько родителей нормальный, как фактный, никогда не будет скавить припона, а нормальный, как фактный, ребенок не будет через них реагировать, через край. Даже если человек бунтует, молодой человек, у него все равно должна быть психоустановка, что родители это квой дом, это квой спокойный плечок, это может в любой момент вернуться, и где тебя всегда примок, поймок и просяк. Вот как-то. Надо понимать, что ребенок бутует от того, что его в семье не признают взрослым. Ему необходимо получить уже какие-то проявления взрослой жизни, примерить на себя. И поэтому он начинает доказывать, что он уже взрослый. Родители, которые не понимают этого, они начинают бороться с его проявлениями, и тем самым конфликт усиливается. Когда ребенку даются полномочия взрослого человека и ответственность, приучают к ответственности, ему тогда не надо против этого бунтовать. Он уже взрослый, он признан в семье по мере своей взрослости. Вот что самое главное. И тогда ему не надо искать подтверждение своего авторитета у какого-то другого уличного авторитета. Это надо понять. А у нас большинство родителей просто говорят, ты еще мал, ты еще поспорь со мной, ты еще поговори со мной, выучился на мою шею и так далее. Понимаете, что происходит? И ребенок понимает, что здесь его как личность не принимают. А когда родитель говорит, ты уже взрослый, и вот давай-ка теперь займемся вот этим, вот этим, мир устроен вот так, вот так, необходимо делать вот это, вот это, помоги мне, давай сделаем вот это, давай лучше. Но не с точки зрения обращения, некоторые мамы, ну ты же уже подмести, там постель заправить, вот не с этой точки зрения, нет, а именно наделение, ответственное наделение, властью какой-то, над чем-то, над каким-то уголком своей жизни, пока в доме, там в саду, где-то еще. Если люди живут на земле, еще все проще получается, когда в городе тут сложнее. Да, здесь само собой сложнее, но даже в городе мудрый человек найдет обязательно взаимосвязь со своим чадом, обязательно покажет примером. Меня всегда удивляют дебилы и дебилки, например, мамы с папами, которые стоят, курят, пьют при этом пиво и ребенку запрещают «увижу тебя с сигаретой», губы поотрываю, там по заднице настучу, не дай бог там от тебя пивом будет пахнуть и запивает сам пивом. Это конченые дебилы, которым надо просто по башке, в бубен просто, вместо бубна шаманам надо предлагать, чтобы они настучали там хорошенько, прыгая рядом с ними, потому что это конченые просто идиоты, не понимающие, что они делают. Это дебилы, еще раз говорю, не боюсь этого слова. Надо понимать, что человек, который сам курит, он авторитет уже показывает пример и образ жизни. И никогда его ребенок, глядя после этого на запреты, не скажет, что «а почему это я должен не курить?» Он курит сам, он же взрослый, а я что, маленький что ли? А мне запрещают, чтобы я взрослым не был? Ну и так далее, и тому подобное. И только единицы детей, которые, понимая пагубность этого всего, способны не курить и не выпивать после этого. Так что, вот такие вот дела. Ну и о дебилах. Маленькая моя ремарка, боль моя, как говорится. Вот эти дебилы курят, пьют, перекрещают во время беременности. И потом, ой-ой, моему Герману выходи на операцию, ой-ой, Герман родился без обеих почек, ой-ой, я дебиловатый, говорит, их берет Герману 2 миллиона рублей на лишение в Германии. Вот. Я, полагаю, что подобным Германам, коли у хранников родились без обоих почек, ну, им и жидко будет трудно и, в принципе, и проголохать породную линию, свою, родовую линию, они не смогут адекватно. И я, каким-то дефективным детям, которые, как родители, родились с их ярными, невместимыми с адекватной жизнью, я им не помогаю. То есть, одно дело, там, помочь какому-то Герману без обоих почек, который хрить нормально, не сможет, как перехатка и почек. А другое дело, помочь, какому-то некому, не знаю, там, Ростиславу, который взял и как бы играл с ребятами и пограбил всех на леди в времен Великой Отечественной войны и потерял обе ноги. То есть, вот разница в чем. То есть, мы не должны помогать детям паразитов, мы не должны помогать тем, кто по исцелевым причинам рано или поздно умрек, и мы не должны помогать тем, кто спекулирует на именно людской хавости, людское хакадание к больным, к, скажем, нехгоровым, к ущербным. Вот в чем дело. А вот какие, которые пьют пиво, сигареты, они очень любят собирать всякие там операции для своих больных деток, на всякие там не знаю там. Прочие мероприятия по их отголовлению. Очень любят сидеть во всех этих группах отдам даром, а когда даром не отдаю, покрываю Людмила в группах матом. Ну, в общем, это целая моя личная боль, я бы сказал. Я с твоей личной болью знаком, и, в общем, считаю, что ты прав в данном случае. Разведчик написал «Алексей, ты чего такой злой?» Разведчик, я не злой, я справедливый. Так, давайте прервемся еще на одну музыкальную паузу. До этого мы слушали хорошую песню, про любимую, про утро, а теперь давайте послушаем тоже красивую песню, уже старую-престарую, добрую-придобрую, где воспевается как раз мужественность, где воспевается трудолюбие, где воспевается становление и так далее и тому подобное. Слушаем, отдыхаем. Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 13 апреля 2017 года, четверг, по одному из старинных второй день месяца пассивного речения, 7525 лета, неделя, человек и машина. Друзья или враги? Такова тема сегодняшнего эфира. Автор-сказитель Александр Токунов, Николай Захаров прийти не смог по болезни. Уважительная причина, поэтому претензий не имеем. Сразу отвечу на реплику, которая появилась в Ютубе. Опять звук подводит. Друзья мои, звук вас не подводит. Просто на время музыкальной паузы мы выключаем в Ютубе трансляцию, потому что Ютуб очень подозрительно относится к тому, что звучат песни, которые, по его мнению, являются, скажем так, принадлежат кому-то другому, и за это Ютуб может просто-напросто отключить канал. Вот чтобы этого не произошло, мы вынуждены, уже об этом говорилось многократно, выключать вещания в Ютубе музыкальных пауз. Голос же принадлежит нам, поэтому Ютуб нам предъявить претензии не может, и мы вещаем голосом, а музыку выключаем. Итак, продолжаем разбираться с тем, какие вопросы к нам поступали, реплики. Вот реплика в эфир от Владимира Замотеевича. В нашем кругу технорей уже есть предположения в первых этапах чипизации населения. Скорее всего, это будет чип с радиочастотой, передачей данных, расстояние считывания порядка 10 сантиметров, будет вставляться под кожу в складку между большим и указательным пальцем левой руки. Чипирование начнется как социальный проект для низших слоев общества, бесплатно под гигой, да и улучшение качества социального обслуживания и параллельно за нормальные деньги для высших слоев общества, как платежная система. Но я скажу так в этом плане, техники обвинения и в этом плане техники правы. То есть они не галяки, а кавочка сейчас на примере эксперимента на себе делают люди именно, которые болеют техникой, ради уркотехнический прогресс, когда я говорю без иродии. Они себе какие-то шипы в размеру большим указательным пальцем вставляют. Выставляют, но я их не осуждаю. Это их паральный выбор, но в какое-то время я их игорячо не поддерживаю. То есть если у меня не будет выхода, кроме как вставить себе этот шип, если этот шип будет отсутствовать этого шипа, где дипохволик будет, типа, воцебном членового общества, если я буду выдохнуть и его себе вставить, я это сделаю. Но иной причины у меня восстановлять некого и никогда не будет. Вот как я говорил об этом. Да, говорили. Идём дальше. Реплика эфира от Виталия из Эстонии. Интернет инструмент, а любой инструмент можно использовать во влагу или во вред. Но мы об этом в принципе и говорим. Вопрос в эфир от Яжа. Согласен с ведущим, поэтому по ТВ идёт чернуха одна, чтобы люди не радовались, а ходили все угрюмые. Так и об этом тоже я сказал, насаждают. Насаждают мнение, что от нас ничего не зависит, что вот всё идёт так, как должно идти. Вы ничего изменить не можете. Вы никто. По одному каналу вам расскажут о том, что у нас не было прошлого, что наши предки никакие. По-другому расскажут, что оказывается иные народы здесь были задолго до нас, а славяне появились вот-вот только тут недавно. И плевать им на то, что все археологические находки, а не к иным народам никакого отношения не имеют. Все погребения славянские, близких народов коренных к славянам, что знаки, символика тоже чисто славянская. И этим захоронениям и 25, и 30 тысяч лет об этом они скажут. Просто такая установка. Их историки написали, историки иных народов, что славян здесь не было, что вот здесь были иные народы, и вот поэтому так и всё хорошо. И даже они не смотрят на то, что календарь у них более новой. И там меньше циферик, чем в числах наших древних календарей. Их это не интересует. Вот такая основка. На другом канале вам рассказывают о том, как правильно себя убивать. На третьем канале вам расскажут, чем надо заниматься, чтобы ни от чего, ни от кого не зависеть. Там мало ли чем. В общем, каналов много, каждому своё, но так или иначе, современное телевидение, которое принадлежит бизнесу, это инструмент зарабатывания денег. Ну и радио тоже, если оно принадлежит бизнесу, это инструмент зарабатывания денег. А там, где деньги, там ничего личного, там просто приработок. А вот те, которые создают условия зарабатывания денег, их уже деньги кодектовые не интересуют, они эти деньги и так получат, они проценты уже накрутили с этого бизнеса. Они ничего не делая будут получать проценты, поэтому они устанавливают правила игры, игры, по которым бизнес будет работать, по которым бизнес будет воспитывать новых дурачков, которые смотрели бы и слушали, что надо, которые бы не интересовались своим прошлым, в конечном итоге эти люди, с позволения сказать, человекообразные, будут бизнес кормить, бизнес их будет обслушивать, и те и другие будут по правилам игры процент отдавать кому надо, а эти, кто надо, будут управлять всеми странами. И правительство стран здесь ни при чём. Неважно, кто там в Америке победит, неважно, кто там в какой-то другой стране станет президентом, важно другое. Эта страна входит в эту коалицию, входит в это управление или нет? Если входит, всё понятно. Давайте тогда уже на президента не будем пальцем тыкать, потому что здесь всё ясно, по каким правилам действует система внутри этой страны. Задача, я насколько вижу, не ломая ничего, создавать себя как человека, становиться хозяином. И в этом случае тогда всё будет изменяться под нас, мысль материальна. Где мысль, там дело, там энергия. Если вы правильно мыслите, то правильно вокруг вас будет всё создаваться. И правильные вещи вы будете создавать, и правильные общины, и правильная страна, правильная держава будет получаться. А не просто так, придаток какому-то там чего-то и так далее. Кто управляет там и что-то делает вам ненужное. Вот что самое главное. Всё, Верга, всё правильно, как его, Алексей. Идём дальше. Так, репликовый эфир от Татьяны из Латвии. Здравия, ведущие. Алексей, если государство будет полностью контролировать, что должно быть в интернете, а что нет, то, я думаю, мы лишимся также всех сайтов и той информации, которая расходится с ведением мироустройства самим государством. Я не исключаю, какой варморкость. Это не исключение. Всё может быть, и, как правило, негативное. Друзья мои, ещё раз, государство любое, это не только государь, но это ещё мы. Там, где мы переходит в разряд сознательных, осознанных людей, ведущих, там государство превращается в державу. Ну вот такого в закон иначе быть не может. А где держава, там все законы, существующие в ней, строятся на основе поконов и кона, и на основе искона, искони нашей, нашего бытия. И в этом случае тогда все так называемые запреты, контроли, они будут под это подстраиваться, под чаяние людей, которые живут ради державы, чтобы внутри державы можно было им не просто существовать, а продолжать свои рода, то есть на благо в конечном итоге своих родов. Что может быть более правильно? А если это правильно по божественному вопросу, кто тогда против вас? Ну кто вам может что-то возразить, если вы на стороне богов? Если боги это всё вам дали, ну кто может быть против богов? Ну просто задумайтесь, ну всё же просто, элементарно. Мысль есть, всё. Принимаете ответственность? На вашей стороне свет. Не принимаете ответственность? Вы на стороне тьмы. Всё. Нет других вариантов. Вот здесь дуальность, или туда, или сюда. Вот это весы. Куда вы идёте? В сторону тьмы или в сторону света? Ответственность? Значит, вы идёте в сторону света. А свет на вашей стороне безответственный. Ну значит, катитесь куда-то. Понятно куда. Идём дальше. Вопрос эфира Янжа. Просто вы, ведущие, просто молодцы. Вы правы, сильны духом, верят в себя, слабы в Бога. Это не значит, что сильному не нужны боги. Это не значит, что он в них не верит. Но это значит, что сильно не опирается на богов, о всех своих действиях. Не призывает их на каждой кочке жизненного пути. Не зовёт их на помощь, прежде чем положить все свои силы к этому, чтобы самому решить свою проблему. Сильный духом верит в себя, верит в свою победу и в то, что ему хватит сил. И боги приходят сильным на помощь, когда это нужно, и отворачиваются о слабых с презрением. Идём дальше. Вопрос эфира Янжа. Я с ведущими не полностью согласен. На родителей, на мой взгляд, ложится 30% воспитания 70-го общества, где индивид ищет себя, кем стать, в каком он окружении, с кем общается, чем интересует человек. Он, по сути, стайное и одно, и один редко существует. То есть стадное стайное существо. Я с этим не согласен. Мы, северяне, всегда были яркими индивидуалистами, но тем не менее мы друг другу помогали. Мы не были скадом, мы были индивидуальными личностями, но если у кого-то бега, мы собирались и помогали, как правило. Если помощь у них, видимо, поделали, если помощь у них нашему человеку, бы ни хага, бы ни барага, ни овца. Согласен с тобой. Ещё раз. Если в семье живут по конам и понимают не просто как хранители, а понимают, что уже что-то меняется, то они тоже будут применять эти знания уже по-новому. Человек, живущий по кону, человек, живущий по эсконе, всегда найдёт место применения новому члену общества, новому человеку, новому общиннику, а не просто так, народившись какой-то зверушке. Вот если народившаяся зверушка, то вот тебе пинок накормили, выкормили, теперь тебе пинок вылетает из гнезда или из берлоги, или там из норы, и пускай тебя общество там воспитывает. Если же, ну стая в данном случае, если же этот человек с большой буквы, и он живёт в семье, то в этом случае там всё происходит по-другому. Он становится членом общества, и его рожали как полноценную сущность, пришедшую в этот мир для чего-либо важного. И ему даётся возможность здесь себя проявить, о чём уже говорилось ранее. Вы должны просто для себя определиться. Мы кто? Мы какие-то зверушки, которых обманули, которых в стойло загоняют палками? Либо мы всё-таки творцы здесь, творцы и сотворцы? Кто мы? Вот и всё. И от этого будет ваше уже устремление в этом мире, все деяния, чаяния и мысли. И тогда мир будет отвечать тем же самым. И всё будет замечательно и хорошо. А иначе так всё и останется на какое-то время. А потом станет хуже. Идём дальше. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Только вот почему-то люди не задаются вопросом, откуда эта мысль к нам пришла, что она может вам дать или показать. Вопрос такая риторическая такая, в общем-то, реплика. Всё от людей зависит. Я кажется, некоторые раздумываются, некоторые люди. А конкретных людей подрекают ситуацию. Позвольте, я не буду комментировать, потому что здесь надо целый семинар делать, для того, чтобы рассказать вообще, что такое мысль, откуда она приходит, и вообще, как она приходит и так далее. Ну да, семинар, шехов на 5, я как думаю, чтобы всё объяснить. О, Кахнов и каковочку мы имеем на текущем. Да, а может и больше. Из Ютуба Вова, мир. Вова, мир. Реплика в эфир. Алексей, ваши слова до Бога в уши. Уверяю, слышат. Вопрос в эфир от Владимира Замытища. Александр, что вы можете рассказать про закон больших данных, которым озаботилось наше правительство? Не путать с законом Яровой. Ну, о Хаконе больших данных я такого не слышал. Может быть, это моя непрохвещенность, может быть, это неверная формулировка слушателя, но об этом Хаконе я не могу рассказать ничего. Я могу рассказать о Хаконе и о рвении в интернете, но условия данного Хакона легко обходятся. Как они обходятся, почитайте на форумах. И ваша любимая информация, ваши любимые фильмы, каналы, видео и книги, Бог вам всегда доступен. Чекайте на профильных хайках. У меня всё. Виталий пишет, ведь если люди, изучавшие ЕСЯ и исследующие люди, непонятная реплика, прошу такого плана реплики не запускать нам сюда, потому что смысл их непонятен. Это я обращаюсь к помощникам. Реплика в эфир. Хочу рассказать притчу со смыслом. Один молодой человек женился и привёл невесту в дом, где он жил со своим отцом. Со временем ссыл стал тяготиться тем, что у него на шее сидит старый человек, но вида старался не подавать. Однако отец понял, от чего не весил сын и грубая его жена. И тогда он сказал, я уже старый, не хочу вам, молодым, мешать жить. Пойду в лес и свяжи большую корзину, из против которой ты сможешь положить меня и отнеси в горы. А, пойди в лес, свяжи корзину и так далее, и отнеси меня в горы. А там выбросишь со скалы, ведь мне всё равно скоро умирать. Сын так и сделал, сплыл корзину, положил мне своего старого отца и отнёс на вершину скалы. Прощаясь, сын он сказал, ты меня выбрось, а корзину оставь себе. Сын удивился, зачем? Он ответил, твой сын выбросит тебя, когда ты состаришься. Вывод такой, что мы посеем, то и пожнём. И легенда гласит, что всё возвращается на круги своя. За каждое действие есть своя плата, поэтому спешите заложить добро, как в своей семье, так и в мире в целом, и обходите стороною зло. Низкий поклон за столь, интересный рассказ и поучительную притчу. Да. Реплика в эфир Янжа. Здоровья гостю! Тебе здоровья желают. Благодарю. Реплика в эфир Янжа. Так, реплика в эфир Янжа. 200 рублей мобильная интернет-сеть. Ну, это был разговор, когда мы говорили, сколько стоит там интернет. По-разному везде. Ну, есть и за 200 рублей, а есть и за 1000, а есть ещё дороже. А кто-то может на халяву пользоваться, поэтому не будем суждать. Виктор Леонидович, вопрос к ведущему. Нужна юридическая помощь. Может по скайпу поговорить со мной, потому что в двух словах не объяснить. То есть к тебе, как уже к правоведу, Виктор Леонидович обращается. Скайп мой. Их ввестим, но в моём случае, лучше их водить по телефону. Могу продиктовать. Плюс 7, 39, 811, 40, 88. Я скайп не очень люблю, но я хочу человека, помощь моя по юридическим темам, по правовым темам. Пусть он в них водит, и прямую набирает. Дело в том, что я понимаю, кто это такой, и поэтому, уверяю тебя, по телефону ему дороговато будет тебе звонить. Дороговато. Да, поэтому скайп, наверное... Когда по скайпу скайп, мы их вести. Надо, окунов, скайп. Ну, я передам. Виктор, мне напиши на почту или через форум обратной связи. Я тогда передам скайп, свяжешься и будешь общаться. Да, да. Передаю информацию. Реплика эфир. Кузнец. За ведущим человеком молодёжь потянется. Это когда мы про проценты говорили. Да, если ведущий человек, да ещё и примером, показывает, как жизнь, если он на самом деле ведущий, то он для любого молодого человека найдёт правильное слово и покажет, как жить, расскажет, как жить. Реплика эфир от Виталия. Не поймёте через голову, поймёте через кошелёк. Не поймёте через кошелёк, поймёте через живот. Так, дальше ещё одна реплика. У нас сегодня плодовит очень Виталий. Вот, когда начнут понимать, что нету даже на хлеб или на еду какую-то, тогда они залезут в интернет и, может, начнут что-то искать, а не смотреть Киселёва. А то Киселёва смотрим, а ничего не меняется, к сожалению. А про какого Киселёва речь, я просто не знаю, поэтому и телевизор... Я думаю, про некого ведущего пропагандиста из канала «Россия-1». Такой вот собак, и который имеет негриховость дорогую, и всё клеймит американцев, что американцы и хапок в игровак во всех бедных России. Вот тут Киселёв. А, ну, просто я практически не смотрю телевизор, я выборочно включаю только то, что... Интернет, он доносит для меня оговорки всех этих бурей, всех этих вечерних войн, бесплотных. Понятия Киселёвщина, как и обходю киберпурсной пропаганды и всё прочее. Ну, в крайнем случае, я ещё раз говорю, я телевизор смотрю избирательно только для того, чтобы сделать определённые выводы, как говорится, прочитать между строк кое-что. Остальное меня телевизор особо как-то и не интересует. Честно говоря, даже телевизора у меня в доме нет, у меня есть компьютер с монитором, вот, и поэтому мне проще. Выбор больше. Так, дальше. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Выгода — это когда для себя, а польза — это для общества и для семьи. Дальше. Реплика от Сергея Плюшкина из Ютуба. Люди отупели окончательно думать, видеть разучились, лишь бы не было войны. Реплика от Виталия. Мы очень часто выбираем сердцем, но при этом даже не читаем, что написано на упаковке и так далее. Дальше. У нас сегодня реплик много. Из Ютуба от Вова Мир. Север, воля, надежда, страна без границ, снег без грязи, как долгая жизнь без вранья. В вороньё нам не выклюет глаз, из глазниц, потому что не водится здесь воронья. Насколько помню, это Владимир Семенович Высоцкий. Дальше. Реплика в эфир от Кирилла Сковрова. Чипы в тело — это технократия. Вместо этого будем развивать ситхи и точно так же станем дверь на расстоянии открывать. Правильный подход к жизни? Подход правильный, но я скажу так. Для кого, чтобы развиваться на энергетических оборудах, необходимо 20 лет практик. И то, не гарантия, что через 20 лет человек будет дверь с силой воли открывать. Не у каждого генетика похваляет, не у каждого похваляет уровень практики. А чип, он раз, сегодня в хыле, через 5 минут дверь открывает, всё гораздо легче и гораздо более паразитивно. Александр, ну это из той же сии таблетка намного быстрее. Раз — и всё. А чтобы поработать над собой, потрудиться над своим телом, чтобы оно не болело, не допускать болезни, потому что съел что-то или подумал что-то не то, это сложнее, конечно. И болезни исправлять тоже сложновато. А таблетка проще. Вот поэтому я понимаю… А ты знаешь, что я скажу? Если уровень такого мышления достиг… Вернее, если мышление достигло такого уровня, то тогда и задница будет на месте, и тело не будет болеть. Вот это так, к примеру. А я думаю, что человек, достигший… Почему я так говорю? Во-первых, энергии все будут правильно течь, это во-первых. А во-вторых, мысленные энергии не будут останавливаться, и он будет понимать, что ещё и движение физиологическое тоже нужно в определённые моменты. Поэтому он, когда нужно, задницу поднимет, а когда не нужно, он мыслью дверь откроет. Но согласись, так же интереснее, ведь лень – двигатель прогресса. В данном случае только прогресса умственного, мыслительного и созидания. Так что нормально. Ситхи, ребята, ситхи – это наше. Развивайте. Идём дальше. Так, Янжи. Я хотел сказать, что… А, ну это про лошадь мы уже ответили. Реплика эфир. Уважаемый гость от Янжи. Я с вами согласен, но собираться, что неоязычники или староверцы сейчас не приветствуются РПЦ. Вот когда про РПЦ там был разговор, то вот как раз эта реплика была в тот самый момент. 21 час 53 минуты. Дело в том, что я хожу прямо. РПЦ пусть занимается делами хвоей Парковы, а у нас в ходе свободы вероисповедания, консекционного принципа. И они не галкны и не имеют никакого права вмешиваться в газ и дела. У нас свободы вероисповедания, у нас демократия. Вот и всё. А РПЦ пусть идёт лехом, как говорится, к всех рахах тем. Жёстко, жёстко. Осадил, прямо отрезал так, саблю достал и маханул. И полетели голые, винные-невинные. Я скажу так, что если что-то есть на земле, значит, для чего это надо? Если есть различные религиозные структуры, значит, кому-то они нужны и необходимы. И если есть какие-то учреждения различные, значит, они тоже нужны. Но ведь вряд ли кто-то скажет, что не нужда в современной жизни полиция. Но она для чего-то нужна, правильно? Вряд ли кто-то скажет, что не нужны больницы. Они для чего-то тоже нужны. Вряд ли кто-то скажет, что не нужны сумасшедшие дома. Они тоже нужны. В общем-то, и тюрьмы нужны. Точно так же, как и нужны различные религиозные структуры, которые занимаются своим делом. И они кого-то где-то удерживают. Каких-то страстей, может быть. Может быть, от каких-то правонарушений. Может, кого-то удерживают от спивания, от алкоголизма. Может быть, ещё чего-то. Хотя кто-то говорит, что наоборот, типа в церкви на алкоголь подсаживают и табачком торгуют безакцизно. Но это не моё дело. Я знаю, на данном уровне хотя бы, пока мы здесь в эфире, это не моё дело. Моё дело будет тогда, когда меня об этом спросят и что-то предложат. Вот тогда я об этом задумаюсь и предложу. Но я к чему говорю? Что всё в этой жизни нужно. И в том числе и психбольницы нужны, и нужны какие-то другие заведения, и нужны и управленческие структуры в том числе. И если уже здесь про РПЦ говорили, РПЦ тоже нужен. И если человек становится лучше, ну лучше, почему это должно, например, как-то восприниматься плохо? Если человеку хорошо и он удерживается каких-то пороков, ну замечательно. Другое дело, что что там происходит внутри, ну так, ребят, это не наш монастырь. Вот как я не лезу в их монастырь, вот так же я прошу не лезть в наш монастырь со своим уставом. Мы живём дружно, мы не ругаемся, но при этом у нас свой устав, у вас свой устав. И вот тут я согласен с Александром, что каждый должен заниматься своим делом, своим направлением, а не так, чтобы кому-то препонность ставить. Вот когда ко мне полезут, начнут говорить какие-то слова, вот тогда я в ответ тоже имею право что-то произнести. Пока у меня с некоторыми товарищами вполне соблюдается договорённость, поэтому я не перехожу эту грань. А вот когда спросят, тогда я скажу, но пока не спрашивают. Идём дальше. Вопрос от Андрея, реплика в эфир. Я так думаю, что сложившая ситуация в России и мире сложилась не за один год, значит и исправить не за один год получится. В основном, я согласен с Алексеем, мысль материальная о стремлении к движению, к добру и справедливости и самое главное, постепенное перекрытие кислорода нагло саксом. Дальше. Я бы не стал перходифицировать нагло саксы во всём виноватой, евреи во всём виноватой, во всём виноватой попуарх и голой гвидеи. Я бы не стал. В большей части проблем виноват и быхабе, обыкновенные русские люди. А уже почему мы в этом виноваты? И как мы в этом допустили? Эта тема иголого разговора. Не нужно все проблемы сваливать на других. Не нужно это произойти. Так, Ян же продолжает. Почему все тогда хотят запретить наличные деньги, перевести всё на безнал, то есть чтобы пользовались все интернетом и стар, и млад? Ну, чтобы проще было контролировать здесь. Ответ-то очевиден. Очевиден ответы. Почему, например, реалии из обращения денег и массов из натуральных граммикалов серебра, холлок и платили? Чем проще было контролировать, чтобы эту бумагу свою пихать? А бумага церкви себе поддержки государства не имеет? Никакой. Ну, в общем, да. Произвести тонну бумаги намного проще, вернее, напечатать даже, чем произвести тонну золота или серебра. Вот это надо учитывать. А плюс ещё серебро же надо где-то найти, надо его добыть, надо его переработать, надо его куда-то доставить, складировать, чеканить. Да сколько проблем! Они тяжёленькие вдобавок. А тут бумажечки, кошелёк набросал, нолики появились хорошенькие, и всё нормально, замечательно, человек счастлив. А потом сказали, а зачем тебе вообще с этими бумагами связываться? Вот тебе пластиковая карта, совсем хорошо. А потом скажут, зачем тебе пластиковая карта? Вон тебе чип, сунь, подойдёшь к банкомату, нажал на кнопочке, куда тебе надо, и всё, куда надо, перечислилось. И всё переводится вот до этого уровня. А потом, когда наступит момент, просто кто-то может сказать, ой, вы знаете, а вирус, вирус тут попал к нам, и вот почему-то все без денег... Ваш счёт заблокирован. Ваш счёт заблокирован, деньги куда-то пропали, кто-то куда-то увёл, ну и так далее, и так далее. Проблемы, пенкот потеряли, мы очень благодарны ваше обращение, мы работаем, и до устраняем нас в фуху. Прощайте. Ну, типа так, да. Не виноват, и он сам пришёл. Это я проявил. Дальше реплика в эфир от Андрея. Если мне скажут, что надо чип вставлять, я тогда вообще паспорт выкину и в лес уйду. Сам уйдёшь? Один или кого-то с собой? Или прихватишь с собой ещё что-то, помимо живых существ? Ну, что-нибудь такое холодненькое, вытянутое? Ну, пусть идёт, какой его выбор. Идём дальше. Я, Гриша, вопрос эфира. Большинство людей меня, наверное, не поймут, но меня интересует мнение ведущего и сказителя. Как вы относитесь к тому, что детей, родившиеся с уростными отклонениями или, как в случае, с обгоревшим Матвеем, оставляют живых? Я не знаю про этого Матвея, ничего, извиняюсь. Не является ли оставление живых тех младенцев издевательством над душой? Не лучше ли родить для этих душ новые здоровые тела? Лично я бы не хотел оказаться на месте этих детей. Я бы лучше подождал только, чтобы родиться здоровым и, желательно, у здравомыслящих родителей. Ну, я скажу так, я не могу это особо комментировать. Я против всякой автоматизии. Я поддерживаю аборты, сугубо по медицинским покажаниям. Но я против автоматизии угородившихся, пусть с серьёзными нехоместивыми христианами и без детей. Как сказал один мой добрый друг, что есть события велика. Какая-то купенька может быть крещеная, какая-то вообще разгромленная. Но наверху тебя ждёт замечательный Вик, тебя ждут твои предки, твои родище, которые всегда были с тобой. И как приехали много жизни, у тебя всё плохо, как прозябаешь, родился и гвалигом ничего не можешь сделать. Весь параллельный проживание к Христианам. Приноси хоть как ты умеешь своим родищам своему общему в стране как можешь. Пусть маленькими делами, но тем менее ты живи и проживание к Христианам. Моё мнение какое. Я с тобой согласен, что каким родился, таким пригодился. Вопрос что ты делаешь? Но отвечая на вопрос плохо или это хорошо, родился не родился, там подождать не подождать, чтобы в тело здорово войти. Вот тут опять же подход такой может быть разный. Первое, что ай-яй-яй случилось несчастье, родился неполноценный ребёночек. Так говорят люди, которые ничего вообще не понимают о том мире, они просто видят факт. рождение такого и мучаются теперь вопросом о чём дальше делать и переживают как там будут родители жить. Это одно. Второе, когда человек что-то уже начинает понимать о душе. И третий вопрос, когда он ведает о том, что происходит. Вот о душе переходный такой момент я пропускаю, с этим сейчас многие живут и понимают. А вот когда человек ведает, то он прекрасно понимает, просто так ничего не рождается и никто не рождается, тем более человек. Если он родился таким, значит, или это надо его душе, или это необходимо и не только его душе, а ещё тем, кто его будет окружать. И вполне возможно, здесь как раз он этого или заслужил, или это он выбрал для того, чтобы на себе это всё дело прочувствовать, на себе это всё дело ощутить, как это быть в таком состоянии. а может быть, опять же, это один из вариантов того, что когда-то что-то он сделал, теперь надо пройти этот урок для того, чтобы потом не разбрасываться словами, не создавать условия для появления таких неполноценных детей, как это принято называть, и так далее, и тому подобное. В общем, здесь всё неоднозначно, и поэтому, опять же, это семинар не на один час для того, чтобы показать и рассказать. Идём дальше. Сергей, вопрос эфир. Игры дают те недостающие возможности, которых нет в реальности, а также дают возможность выбирать мир и реальность, где ты хочешь жить, дают возможность многократно умирать и ошибаться, и не нести никакого наказания, а просто менять игру или сервер. Становиться Богом и воспитывать себе эгоизм. Кому-то ломает жизнь, сейчас закончу, кому-то ломает жизнь, зарабатывает деньги и тому подобное. Тем самым учат многих детей, не тому, но, с другой стороны, это только симулятор. Для многих это даёт почувствовать себя героем из фильма или мультика и оказаться не приспособленным к обычной социальной жизни. Так же оградить детей, так как же оградить детей от этого? Или всё же это нужно проходить? Это я скажу как вопрос длинный шоссе, я скажу это нужно проходить детей от игр, от любых, огражать нельзя, пусть они играют в хорошие правильные игры, гауз 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 игра трон дракона, которая рассказывает об истории Китая, игра под названием эпоха империй, которая рассказывает об истории человечества. Во мне те немногие игры, в которые я играл, всегда пропускали интерес книгах. То есть взять, подсчитать, а как, например, японцы или на самом деле, как, что было там, в който нации, в който то есть огражать ничего не надо. А относительно темы проигрались ребятушки, есть замечательная песня Григорий Хву 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 Я рекомендую всем интересующим советам Горгете посмотреть клип и послушать эту обещательную песню. Она как раз в каком что происходит когда-то для человек проигрался в игры и перестал отличать реальными от игрового. Григорий Суворов, да? Да, Григорий Суворов, хрукер. На Ютьюбе есть вполне клип. Понятно, идем дальше. Вопрос эфир от Виталия из Эстонии. Интернет вас трогает, он вам жить мешает? Мне не мешает. Но трогать, трогать, трогать иногда. Проснешься бывает так, а он трогает тебя. Ты спишь? Ты спишь? Ой, нет, я медленно моргаю. Да, реплика эфира Тиана Алексея. Благодарю, что у нас в эфирах всегда часто образованные, интересные и инакомыслящие соведущие. Многие реплики Александра приятные. Видно, что человек очень интересный, начитанный и образованный. Хочу искренне сегодня нашему соведущему пожелать самое главное здоровье, счастье и больших творческих успехов. Реплика эфира от Янжа. РПЦ это же не наша вера. Янж, мало того, это не вера, это религия. У нас не было религии, поэтому это и не наша вера, и не наша религия. Но опять же, ещё раз говорю, это не наша, поэтому она не моя. Вот это не моя, да, поэтому она не моя. Но это не говорит о том, что кому-то она нужна. ведь, во-первых, давайте так, не наша она по каким критериям, что она не для людей, которые по ведическому мировоззрению живут, да, это во-первых. Во-вторых, всё-таки это религия, которая создавалась для иудеев, для 12 колен дома Израилева. Об этом прям там конкретно написано. И, в общем-то, понятно, что она уже не может быть эта религия наша. Там дальше, если внимательно почитать, сказано, что никто, кроме 140 тысяч в рай не попадёт. Эти 140 тысяч относятся только к коленам дома Израилева. Это только мужчины, это только праведники. Это люди, которые принадлежат этим 12 коленам. Всё, другие в рай не падут. Поэтому ни о каком спасении здесь речи быть не может. И по этому критерию тоже не наша. Мало того, что один из тех, кого, основной персонаж религии, в данном случае Иисус Христос, он же чётко говорил, что «я пришёл только к погибшим овцам дома Израиля». Это тоже получается, что он к нам никогда не приходил. Мало того, он указывает, кому ходить, кому не ходить. Когда он говорит, идите в народы разные, имеется в виду народы, принадлежащие его у детей, не буду метать бисер перед свиньями. То есть всех остальных, кому он не пришёл, он относит именно сам, которым хлеб отдавать не будет, отбирая его от детей, не будет метать бисер перед свиньями. Это конкретно там всё указано. Поэтому я уважаю очень Иисуса. И поэтому я следую тому, что Он сказал. Он мне не давал этих знаний, Он принёс тем, кому принёс. Поэтому при всём уважении к Нему и следуя Его заповедям, я считаю, что это не моя религия. Потому что, во-первых, у нас не было религии. Во-вторых, Он не для меня её принёс, а для конкретно, кому я уже сказал. Во-вторых, в этой религии нам делать нечего, поскольку в рай мы не попадём. То есть того спасения, о котором, говорится, не может быть априори. И во-вторых, у нас не было религии. У нас есть вера, ведание, божественная мудрость, божественная сиязия. Это наше исконное, как наши предки жили. Почему я должен в какую-то религию вступать и так далее. Но это моё личное мнение. Я никого не агитирую, ни за что. Это моё личное мнение. Но если эта религия существует здесь, то это говорит о том, что на наших землях есть те, кому она адресована. Это первое. То есть есть представители Денадцати колен Дома Израиля или какие-то люди, которые одним боком принадлежат ей. Это первое. Второе. Если она кому-то помогает и сдержит его от страстей, а по каким-то своим мировоззренческим взглядам он не понимает, что у нас что-то древнее есть своё, то как раз она сдерживающим фактором будет. Но если меньше будет преступлений благодаря этой религии, ну почему я должен её не приестовать? Ребята, всё замечательно, всё здорово, всё отлично. Но для нас есть, и об этом я говорил, вот для меня конкретно, есть наша древняя вера. Я её почитаю, мне она нравится, устои, всё хорошо, замечательно. Я их придерживаюсь и живу по совести, но во всяком случае мне так кажется, что я живу по совести. Может быть, со стороны виднее, я в своём глазу что-то не замечаю, может быть, что-то делаю не то, но вот хочется мне так жить. Вот просто хочется, и я буду рад, что многие будут жить так же, не так же, как я, в смысле, а с таким же мировоззрением. Вот, я надеюсь, я ответил. Дальше. Я, Гриша, реплика в эфир, не согласен, если следить за породой и не делать браковку, то наша порода будет вырождаться. Гриша, дорогой ты мой, от браковка она будет производиться автоматически. Мы не сказали про то, что давайте-ка специально это будем сеять. Мы сказали о том, что если это есть, значит, это есть, это факт. И давайте разбираться, почему этот факт произошёл, почему такой ребёнок родился. Это или наказание для родителей, потому что сумасшедший когда рождается, а там в нём жизни никакой нет, имеется в виду духовной жизни, это наказание для них. Он сам не мучается, он живёт как овощ, а мучаются те, кто его создал. Или бывает так, человек что-то делал в своей жизни не то, и он попал в ту семью, где надо и родителям что-то показать, на место поставить, и самому какой-то урок пройти. Но, уверяю вас, неполноценный, во всех смыслах человек, он плодиться нормально не сможет. Поэтому о каком продолжении рода и породы Гриша, ты и пишешь. Ну, просто подумай сам. Гриша сказать такую. Есть ведь те, кто получил два линга из травматических. Вот и Буаку-Хэрка взяла мальчика, были девочки, вывернули шею, так как они грузы в врачи, когда их бабки выкаскивала. А бабки, вывернули, граны припарат, на котором у них появилась ураганная энергия, отёк всего тела. И виновата ли девица, которая сейчас их паралихована, их криворукости о кухарке, их некомпетентности медиков, которые бабки прописали неправильный препарат. Что она теперь? Она полноценная, нормальная девка, белая. И как бы она могла бы иметь детей, могла бы иметь семью, муха, крохавца, хорошего, но не может, потому что девку паралиховала после этого. И если в ком её вина гриль, ты их думай, со головой подумай, могли включить. Вот мой тебе совет добрый. Добрый совет доброму человеку. Я согласен. Я в принципе согласен со всем, что в этом мире происходит. Другое дело, что я буду делать. Я соглашаюсь, я знаю, что это есть в этом мире. Я оглашаю, что это в мире есть. Поэтому я согласен. Но это не означает, что я должен делать или буду делать то, с чем я согласен именно так, как мне предлагают. Вот это вот парадокс, наверное, может быть, для современного человека. Ну просто задумайтесь о слове, что означает слово согласие, соглашение и приятие. А что такое действие? Это несколько другое. То есть я соглашаюсь с тем, что если в мире что-то есть, значит, это не просто так, оно для чего-то в этом мире нужно. Но я имею право сделать свои выводы, как мне с этим жить. Ну то есть, если есть спирт или табак или наркотики, я соглашаюсь, что они есть. И вполне возможно, если правильно применять, они нужны. И есть множество способов применения этого по назначению без вреда. Но я буду делать так, чтобы самому не применять их без нужды. и расскажу другим, чтобы другие не применяли. Я знаю, что есть негодяи-обманщики, я с этим соглашаюсь, они есть. И если они есть, значит, они для чего-то нужны. Но это не означает, что я, негодяя или обманщика, буду выворачивать свой карман для того, чтобы он меня обобрал. Нет, в нужном случае и в нужном месте я поставлю негодяя-обманщика на место. И, в общем-то, рога будут трещать, когда это нужно будет. Но есть люди, которые ещё урок обмана и негодяйства не прошли. И, скорее всего, им это нужно, чтобы они поняли, что это такое, и в дальнейшем сделали всё возможное, чтобы вместе со мной препятствовать этим негодяям, убирать в лазейки, убирать возможности вообще появления этих негодяев на земле. Наша задача не ловить преступников в первую очередь, хотя этим занимаются сейчас активно многие, а делать так, чтобы они не появлялись, потому что чисто там, где не сорят, а не там, где убирают. Можно убирать бесконечно, но при этом будут все сорить и будет грязно. Дворники тогда, будет страна дворников или мусорщиков. И преступники отсутствуют, преступность отсутствует там, где нет преступников. Вот о чём говорить. Хоча преступников, которые сейчас есть, надо обязательно поймать, наказать, посадить и так далее, чтобы было не преступление, невозможно было его там избежать. Это неизбежно. Вот о чём я говорю. Поэтому я соглашаюсь с тем, что это есть. Но, извините, мои действия будут направлены на то, что то, что мешает моему развитию или то, что я прошёл, в моей жизни более не появлялись. Ну, надеюсь, я ответил. Кто понял, тот понял. Но кто не понял, что ж, ещё раз повторим, когда нужно будет. И на практике. Так, дальше идут уже благодарности ведущих гостей за ответы. Так, Виталий, я придумал лозунг «Народная славянская радио». Это радио для думающих людей. Реплика. Благодарю за ответы. Я подумаю. Тема неоднозначная. Вот это Гриша ответил. Вот, видишь, вник твоему такому пожеланию, совету. Это благо, что он вникает, благо, что он старается понимать, думать, работать именно головой рахмав. Это только ему в плюх пойдёт и в его рахмит его выходит. Пусть он идёт дальше тем же путём думает головой рахмав. А не как мне сердцем и не другими как мехами. Потому что думать только сердцем. Это вредите себе и людям. Все наиболее ухахные вещи у белых людей, у людей кровомыхлящих, у людей в их рахмах, хли и бега к сердцам. Что-нибудь сделать от сердца не погубав головой. И всё. Накормите ребёрышко конфетками от сердца маленького, голодненького, холодненького и вокруг ребёрышка уходи обег. Гать, голодающему блокаднику булку хлеба. И вокруг блокадника уже на хавер откишлок. Блокадник умер от колик. Блокадник путь от сердца, а не окрашивал. И не всегда не их меет сердце приводит к тому путь от коликадника, которые бы себе прогазировали. Моё мнение какое. Это как в анекдоте. Говорите, пожалуйста, помедленнее. Я не успеваю записывать. Автоответчик сломан, с вами говорит холодильник. Это как раз возвращаясь к теме человека-машина, друзья или враги. К чему это рассказал? Каждый орган должен в теле, в организме человека заниматься тем, чем он должен заниматься. Мозги для одного, желудок для другого, а задница, извините, для третьего. Вот если вы начинаете думать сердцем, то тогда чем занимаются ваши мозги? Вопрос такой возникает. Ну и так далее. Я припомню ещё из одного фильма, помещательный фильм. Есть фильм с Ферли Шаплером под названием «Великий диктатр». А есть фильм с одним из моих любимых комиков Хахи Бароном Коэром. И его фильм называется просто «Диктатр». Его умирает двойник диктатра, попагает под пулю. Ну и в округе диктатр говорит «Ну и что же наш дорогой Ахмед умер? Нет, милая, не волнуйся, Ахмед живой, ведь пуля всего-навсего попало ему в голову, ничего красного. То есть боючика среди нашего населения, среди нашей государственной думы, таких Ахмедов фигурально в Ахмедов, их полно, у которых не работает голова, а работают вместо головы что-то иное. и всё как проистекает. Ну да. После того, как он поднялся, после падения с десятого этажа, сказал «Хорошо, мозгов нет, а то было бы сотрясение». Ладненько. Ладненько. Ну что же, давай подводить итог нашей сегодняшней встречи. У нас как раз остаётся 4 минуты, и передачу будем заканчивать. Пожалуйста, предоставляйте где-то микрофон. Ну, скажем так, обо всём, что я сегодня хотел сказать. Я уже сказал, повкорюсь, повкорю, то есть, как я говорю на протяжении всех наших и моих эфиров. Работайте головой, работайте разуму свой, развивайте свой разум, развивайте своё тело, будьте гармоничными представителями человечества, а не с каком человекообразных и вовремя. Подсчитайте предков, подсчитайте родную культуру. Даже если вы, но не русский, будь вы как еврей, кореец, зиповец, снега какой-нибудь из Папуановой Гвинеи, живите по совести, подсчитайте предков, подсчитайте хвою квак. У меня всё, на этом я прощаюсь ради их выхотелем и желаю всего самого доброго. Благодарю тебя за тёплые слова, благодарю за интересный эфир. Напоминаю, что сегодня по современному одному, вернее сказать, из современных календарей 13 апреля 2017 года четверг по одному историю на второй день месяца посева на речении 7525 лета неделя «Человек и машина», друзья или враги, такова тема сегодняшнего эфира. Александр Атакунов, автор-сказитель, сегодня у нас был в гостях, должен был по заявленному с Николаем Захаровым выступать, но Николай Захаров не смог прийти по уважительной причине. Не знаю, когда человек болеет уважительно или не уважительно, но не пришёл по болезни, так скажем. Желаю Николаю здравия, желаю, чтобы быстрее выздоровел и встал в наши стройные крепкие ряды сказителей. Да даже можешь не просто передать, просто даже послушать этот кусочек записи и он воспринят духом. Ему станет хорошо и здорово. Мне больше добавить нечего, потому что и так надобавлялся сегодня. Я просто желаю вам всем добра, счастья, будьте здравы, включайте здравомыслие, быть добру. Народное Славянское Радио Всё нужно, всё важно. Редактор субтитров А.Семкин